вопрос ответил я не могу за рулем задавать потому что ну я еду сейчас ну да вы можете на него ответить а какой вопрос то я вам написал в сообщении ну и что от меня то что нужно я что должен ответить я не видел этого даже сейчас посмотрю ну можете сказать сейчас скажите мне это удобнее у меня знакомая есть она три дня не спала да так и и у нее что-то помешалось говорит что она вот-вот помрет то что без без к ней приходят ну и что это бывает такое мы где ходили когда проповедовали она живет на втором этаже кажется наградут на выходишь на балкон и вдруг в двери распахивается здоровы под потолок такие мужики заходят со мной разговаривают мы это слышали такое было и в ветхом завете как она верующая в бога ходит ли она во храм это все надо узнать а что на 3 дня не спала не ложилась совсем спать это сомнительно очень даже сомнительно одна не ела долго поставили ей там в туалете наблюдательная она заходит никто не видит она поела выходит а я солнечной энергией питаюсь многое мошенников ну вот так береги себя не слушай которая там где-то она что-то вникай в слово божье в себя и в учения 416 первое послание к темопею вникай в себя и в учения а не какую-то там бабку и поступая так спасешь себя и слушающих тебя не засоряй свою голову я не знаю про это я знаю что вникай в себя и в учения а что вокруг нас делается нам что угодно пожирает друг друга люди стали теряться дети тут писали это журнал писал а потом нашли они дети где-то приходят они заманут убивают и съедают и когда следователь допрашивал вас они угощали угощали это человечина игорь в кабинете следователь вырвала всех от отход девочка зашла худенько ну что с ней взять то там у ним но мясо-то на три пельмени все равно убили муж и жена видите как поэтому молись только если нас гонят и мы благодарим бога наша награда велика это последнее блаженство радуйтесь и веселитесь велика ваша награда у человека такая участь он злословит ну злословили первых христиан казнили где все на той стороне 2000 лет назад вы бы не знали варвару великомученицу екатерину мы бы не знали ни одного мужчины если бы мучителей не было вот какое дело их жалеть надо христиан один подошел тут святому и говорит у меня коня украли а пахать не на чем он горит и не плач о коне а плач о том кто украл конь его убил говорит и конь уже плывет по реке суда пока говорили конь мокрый выскочил а хозяин крикнула его серка серка он сразу подошел вот как тянем говоришь поймала бы милиция он уже мертвый на дне озера лежит на дне реки вот какое дело то мы должны пересмотреть многое когда нас хулят против говорят что-то это наш путь они венец дают нам и и благодаря за них это ему такую участь а мне друга я должен терпеть и молиться за него а почему бог так устроил у павла смотри сколько гонители было же братья везде пересчисляет когда кажется конца нету но павла то все знают а гонители ни одного не известно даже что жил что нет как мошкара однодневка тут много еще надо перестраивать когда наше я не умерла когда отверглись себя мне все равно как на меня тут нападает говорит да он не верующий на меня а другой говорит а зачем же он по ночам встает и молится с не верующий то сразу за заглох как говорят а мне до того его жалко он злословит собирает все и похоже что духа святого похулил у него задача людей отвратить от вот которые здесь сидят ну будь тверд мужественных это наша участь такая гнали меня господь будет знать и вас слушали вас меня как вас будут слушать мы еще не претерпели что наши предшественники претерпели так что благодаря бога многое он нам дал даже это это поняли мы а если на добро добром так это язычники делать но когда злословят когда воруют у тебя а ты помогаешь еще человека когда он голоден все у него отобрали вот это подвиг а как напойно корме и соберешь ему горячий угли на голову но вопрос если нет то отхожу а а а а а а а